Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе в центре внимания. Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мерима Саналым. После вступления Евразийский экономический союз уровень экспорта из Кыргызстана в Казахстан снизился в два раза. Если в 2014 году отечественные предприниматели продавали свои товары на рынках соседней страны на 340 миллионов долларов, то в 2015 году этот показатель упал до 150 миллионов. Союз предпринимателей связывает это с мировым кризисом. А предприниматели сами считают, что барьеры создаются из-за недоработки правительства перед вхождением. Тему продолжит Айтунов Нординова. Прошло почти полгода, как Кыргызстан вошел в Евразийский экономический союз, как было обещано. Со вступлением в виденное пространство перед предпринимателями должны были открыться просторы ЕАЭС. Доступ на рынок 180 миллионам населения. Открыли границы таможенные между нашими странами. Это поможет оживить бизнес со двух сторон, оживить торговлю между нашими странами. Выполняя условия договоренности, которые мы достигли в рамках Евразийской экономической комиссии, мы будем двигаться дальше и уверен, мы увидим результаты положительные этого всего дела. Заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в церемонии открытия границ. Однако чудо не произошло. Фермеры продолжают нести убытки, рассказывает Аслабек Емельбаев. Мужчина больше шести лет, выращивает крупный и мелкий рогатый скот. Перед вхождением в ЕАЭС он расширил свое хозяйство в надежде на экспорт. Однако сегодня сбывать мясо некуда, и его бизнес простаивает. Сами понимаете, корм сейчас дорогой, мяса не продается, а говядины и баранины достаточно, чтобы удовлетворить потребности кыргызстанцев. Мы сейчас не знаем, что делать. Со вступлением в Евразийский экономический союз мы планировали, что наконец мы беспрепятственно начнем экспортировать свои товары в Казахстан. Потому что перед присоединением к Альянцу власти обещали, что именно для сельхозпродукции из Кыргызстана откроются все границы. Но сейчас я не вижу свободного передвижения товаров. Да, Рита Слбек Емельбаев. Основным барьером экспорта мяса в страны ЕАЭС считается отсутствие идентификации животных и сертификата качества. Чтобы решить проблему, сегодня Министерство сельского хозяйства усиливает работу. Добились того, что у нас две лаборатории на юге и в Бишкеке есть сертифицированные лаборатории, которые дают сертификат на животноводческой продукции и на сельхозживотном. А кредиты прошли основной причиной до сегодняшнего неоткрытия границы, что мы еще сельхозживотных не идентифицировали. Поясняет начальник управления животноводства и ветеринарии Сулайман Мамаев. На процедуру идентификации планировалось потратить 60 миллионов долларов. Эти деньги должны были выделить Польша, Казахстан и Россия. Однако Казахстан тормозит выделение денег. В связи с чем депутаты предлагают рассмотреть возможность выделения их с республиканского бюджета и ускорить процесс. Наше мясо до сих пор не пропускают через границу, потому что мы не можем ответить требованиям ИАЭС. А причина этому – слабая работа правительства по вопросу идентификации скота. Эта проблема депутатами обсуждается уже давно и даже был принят закон. Правительство обещало начать идентификацию еще в ноябре прошлого года. Где результат? Сказал спикер Джоркенеша Аслбек Джейенбеков. Страна вступила в Евразийский экономический союз без подготовки, говорит экономист Искендер Шершеев. К примеру, в Казахстане имеются современные лаборатории ветеринарного контроля, оснащенные современным техническим оборудованием. В них оперативно выявляют, болел ли скот, проводилась ли вакцинация. А в Кыргызстане нет лабораторий, отвечающих современным стандартам. В результате нашу страну беспрепятственно поступают мясо, мука, все продукты из Казахстана. А наша продукция не может выйти на казахстанский рынок. То, что завышено ожидание, что после вступления сразу откроется граница и пойдет торговля, оказались необоснованы. После этого вступления в ЕАЭС, получается, как бы барьеры не исчезли. Здесь все равно барьеры присутствуют. И самое главное барьеры, о котором давно предупреждали экономисты, в том числе и я, это то, что у ТЭС приняты технические регламенты и есть сертификационные центры. У нашей стороны сертификационных центров нет, и продукция наших предпроизводителей может не выдержать и не выдерживает иногда анализа лабораторий. И это может часто являться основанием для задержки товара. Отмечает экономист Искендар Шаршеев. Сертификация – процесс дорогостоящий. Позволить себе может не каждый производитель. Как сообщается, в среднем, чтобы получить международный сертификат, примерно нужно потратить 17 тысяч долларов, чтобы провести в соответствии с безопасностью молочного производства или кондитерского производства, по регламенту ИАЭС надо отдать от 30 до 100 тысяч долларов. И сегодня в стране имеют такие сертификаты всего 8 предприятий. И только они имеют право экспортировать свои товары на рынок ИАЭС. Проблемы решаются. Мы сейчас где-то на февраль приглашаем казахскую сторону и российскую сторону. Еще добавочно включить в реестр еще 6 предприятий. 4 молочных, 1 мясоперерабатывающая, 1 рыбоперерабатывающая предприятия. Если да, они одобрят, включат. Если не одобрят, они так и сказать. Но эти 6 предприятий мы сейчас подготовили, консплативную помощь им оказали. Они все улучшают. Они все вот эти документы, откуда заводят, откуда приводят. Вот эта прослеживаемость товаров, качество товаров. Вот это все они улучшают. То есть и разделение чистое от грязной зоны. Ну а это все, соблюдение всех требований, ветеранных требований. Над этим сейчас на данный момент сильно работаем. Всех предприятий, предпринимателей, мы все об этом объясняем. Говорит начальник управления ветеринарно-санитарного надзора госинспекции Алмаз Шершенбеков. Народный избранник Тастанбекешев считает, что с казахской стороны для кыргызских производителей создается искусственный барьер. В целях создания комфортных условий для своих производителей. Казахская сторона, естественно, будет всячески препятствовать тому, чтобы наше молоко не продавалось на их рынке. И они, приезжая сюда эксперты, они будут говорить, что у нас лаборатории неподходящие, еще что-то у нас неподходящее. Поэтому нам нужно через Минсельхоз, совместно с Минсельхозом, тоже дать своих экспертов провести еще раз исследования, лабораторные испытания. Отмечает Тастанбекешев. Трудности сегодня испытывает и мукомольная отрасль. После вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз и отмены таможенных барьеров, при лавке заполнила дешевая мука из Казахстана, так как в соседней стране производство субсидируется государством и налоги ниже. Казахстан в свое время активно давал дотации сельское хозяйство. Что касается зерна, некоторых сельскохозяйственных продуктов, действительно очень тяжело нашим предпринимателям удерживать конкуренцию. Потому что там государство, получается, дотировало. И благодаря этому стоимость низкая оказалась у сельскохозяйственных продуктов, особенности у зерна, муки. О некоторых видах круп, сахар, еще некоторые виды продуктов, получается, молочные продукты из России, например. И получается, что это все дешевле, чем наша продукция, аналогичная. И, соответственно, наши продукты выходят что-то дороже. И это тоже большой серьезный барьер. Действительно, здесь государственной дотации нет, так как в Казахстане. Говорит Искендар Шашеев. Мукомолы теряют конкурентоспособность, а некоторые заводы и вовсе закрываются, так как их продукты не пользуются спросом. Рабочих мест лишились несколько тысяч кыргызстанцев. В связи с чем предприниматели просят отменить НДС на зерно. Как ожидается, это поможет снизить себестоимость муки минимум на 12%. Если мы, например, не сможем поддержать эту отрасль и потеряем эту отрасль, значит у нас прекратится сбыт. Это большая головная боль. Мы даже не знаем, будем куда... Ну, это все знают люди, что вырастить тоже трудно, но самое главное, куда сдать. Говорит руководитель крестьянского хозяйства Виктор Самсонов. Несмотря на все оптимистичные прогнозы, сегодня уровень экспорта из Казахстана в Кыргызстан снизился в два раза. По данным Государственной таможенной службы, если в 2014 году отечественные предприниматели продали свои товары на рынках соседней страны на 340 миллионов долларов, то в 2015 году этот показатель упал до 150 миллионов. Видимый спад в торговых отношениях. И рынок для нас не открылся, это первая проблема. Вторая проблема. Торговля снизилась и пошел спад. Мы слышали очень много доводов от оппонентов, что не ввозя товары из других стран, не таможенного союза, мы ограничим свою способность ввозить в эти же страны-участницы таможенного союза. Что и случилось. Упала конкурентоспособность, упала ценовая конкурентоспособность, конкурентоспособность, качество товаров, которые ему туда продавали. И неважно, это бы ему прямой реэкспорт или что-то доделывалось здесь, в Кыргызстане. В любом случае, это ударило по конкурентоспособности кыргызской торговли и экономики. Отмечает экономист Эмилио Миталиев. Тем временем доктор экономических наук Джумакады Ракинеев уверен, что плюсов больше, чем минусов, только нужно время. Так как 6 месяцев это не срок, чтобы делать выводы. А снижение объема экспорта он связывает с мировым кризисом. Вот мы вступили в Евразийский экономический союз как раз в разгар кризиса, который разразился и на мировом уровне, там цены на нефть упали, и на таком региональном уровне, когда введены санкции против основного государства, члена Евразия, это Российской Федерации, санкции это Евросоюза, Союз Америки и так далее. И, конечно, это все на нас отразилось негативно. То есть, вместо того, чтобы получить резкое, ну, как бы положительные такое показатели, после вступления мы вот столкнулись с этим кризисом, он девальвировал на шон. Сегодня цены резко упали в Казахстане, в России, и многие наши производители мяса, молока думают, ввести или не ввести, потому что экономически уже это проблемно. Ввести в Казахстан, там цены намного ниже, чем у нас в Кыргызстане. Вот. Нам надо открывать другие рынки. А так, в целом, я думаю, что вступление Евразии, это очень положительно. Говорит он. На фоне выявленных проблем ряд экономистов и вовсе считает, что для Кыргызстана будет правильным выйти из Евразийского экономического союза и укреплять сотрудничество со странами Всемирной торговой организации. Это было политическое, и сегодня это становится все очевиднее. Вот с каждым днем прибавляются сотни тысяч людей, для которых открывается очевидность того, что это не было на пользу экономики. Я бы серьезно отнес к предложениям некоторых участников дискуссии о том, что надо выходить из Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Но это видится очень с политической точки зрения сейчас малореалистичным сразу. Но, по крайней мере, тогда надо пытаться всеми усилиями минимизировать все минусы, которые произошли с этим. То есть надо в имеющихся условиях диверсифицировать экономику и торговые пути. Разговоры, идеи и проекты об этом велись много лет, поэтому ничего придумывать не надо. Надо в первую очередь диверсифицировать крупные поставки в страну и зависимость от крупных объемов импорта, в первую очередь, ну и все остальное. Дороги надо налаживать, дорогу железную, асфальтовую дорогу надо, воздушные линии надо диверсифицировать, а для этого, не тратя много денег, надо объявить политику открытого неба. Считает общественный деятель Эмиль Умиталеев. И чтобы минимизировать все минусы, у правительства в первую очередь необходимо активизировать процесс внедрения технического регламента, строить дополнительные лаборатории, говорят эксперты. А производителям важно не забывать, что полноценное открытие границ для отечественной продукции это работа не одного правительства, а в руках их самих предпринимателей. Им достаточно привыкнуть работать по стандарту и переходить от количества к качеству, так как отечественная продукция давно пользуется большим спросом на зарубежных рынках. Айтуна Хмурдинова специально для IWPR.